Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я не часто обращаюсь к продуктам Microsoft в том числе, потому что они платные. А мы стараемся искать бесплатный софт. Но совсем недавно я выяснил, что Microsoft не такой уж и платный. Для меня это действительно было откровением, то есть это какой-то безусловный паттерн сознания, что Microsoft равно деньги. Но в комментариях кто-то написал, что я не прав. Я решил проверить и да. Конечно платные, но есть исключения. Заглянул я сюда, чтобы посмотреть на Teams, который также есть в бесплатной версии. И обнаружил полностью бесплатный офис, для доступа к которому нужно иметь аккаунт в Microsoft. Мне кажется, это самый сложный шаг в обретении офиса. Я сейчас из-под Teams захожу, но если заходить просто с сайт офиском, в углу также будет кнопка войти и дальше шаги те же. Пройти капчу оказалось сложнее всего. Как выяснилось, нужно эти два набора символов писать в одно слово. И вот он бесплатный офис, но пользоваться им можно только из браузера. В бесплатном есть почти все, что и в платном, за редкими исключениями, иногда, к сожалению, важными. Например, тут нет линеек, а это основной инструмент в форматировании документов. В остальном для тех, кто привык к продуктам Microsoft, но не готов платить за то, что имеет бесплатные аналоги, это отличное решение. Не думаю, что имеет смысл рассказывать про все продукты по отдельности. У меня есть отдельные скринкасты по продуктам Microsoft и даже целая серия по Excel. Расскажу о сердце всей этой схемы, об облачном хранилище OneDrive. Коль скоро вы работаете в сети, все, что вы делаете, в сети же и сохраняется. И хранится это на OneDrive. Это аналог Google Drive, но не такой сложный на первый взгляд. Да и на второй тоже. Тут вы создаете папки. И в папках можно создавать файлы из комплекта программ Microsoft. Вот, например, Word. Стандартный документ Word. Печатаете, сохраняете. Сохраняете на облаке, а если документ готов, а его нужно кому-то переслать, можно скачать копию на компьютер. Это будет стандартный документ Word. Ну и также, если кто-то вам пришлет документ Word, его можно будет закинуть на OneDrive и здесь уже отредактировать. Достаточно простая, на мой взгляд, схема работы. Что касается OneDrive, кроме обычных папок, тут еще есть личное хранилище. Личный сейф. Но мне кажется, это не самый защищенный в мире контейнер для файлов. Если у вас действительно есть конфиденциальная информация, лучше использовать сторонние сервисы шифрования дисков. Например, криптомотор. Ссылку на скринкаст оставлю в описании. Но какую-то дополнительную защиту личный сейф все-таки дает. По меньшей мере он требует двухфакторной аутентификации всякий раз при открытии. А закрывается автоматически через 20 минут, если им не пользоваться. В остальном работает так же, как и весь OneDrive. Закидываете файл, храните файлы. Если понимаете, что он вам больше не нужен, можно сразу заблокировать, не дожидаясь истечения 20 минут. О чем еще нужно сказать? Если у вас Windows, то приложение OneDrive уже установлено у вас на компьютере и его нужно только найти и авторизоваться в нем. После этого у вас появляется отдельная папка на компьютере, с которой удобно работать из проводника. Это то же самое, что и Google Диск. Ну и собственно с файлами вы можете работать и из приложения Office. Не обязательно всякий раз заходить в OneDrive, просто имейте в виду, что хранится все будет на облаке. Вот такая, мне кажется, милейшая открытка к 8 марта. Просто шикарный шаблон, хочется сразу отправить кому-нибудь. Жалко, что 8 марта уже прошло. Ну и конечно, если мы говорим об облаке, возможность совместного редактирования файлов — функция, без которой невозможно работать полноценно. И на OneDrive она, безусловно, есть. Когда вы выделяете файл или несколько файлов, тут наверху появляется меню с возможными действиями. Его можно, например, скачать или удалить. А можно расшарить для совместной работы. Выбираете всем, у кого есть ссылка, он будет доступен, или избранным, кому вы пришлете приглашение. А также сможет ли человек только просматривать файл или еще и редактировать. При таком раскладе всем пользователям, у кого будет ссылка, будет доступен просмотр документа. Все расшаренные документы дублируются еще и в папке «Общее». В целом вполне неплохо, даже я бы сказал хорошо. На бесплатном тарифе у вас 5 гигабайт, это немного, но если использовать OneDrive только для работы с документами, то этого хватит очень надолго. А я бы сказал, что именно для работы с документами OneDrive и следует использовать. Но это конечно в том случае, если вы привыкли работать именно с Microsoft Office. А так-то тоже самое можно делать и на Google Drive. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну и любите друг друга.